Потенциальные санкции против непосредственно россиян могут ввести, но пока что не будут это делать. Дело в том, что, как вы знаете, Россия уже официально вторглась в Украину. И нужно отметить, что практически это самая крупная война с 1945 года в современной Европе. То есть нужно отметить, что, конечно же, это не стабильность. Нужно отметить, что действительно то, что происходит сейчас, об этом уже сказал Виталик Бутерин. И он заявил, что очень расстроен решением Путина отказаться от возможности мирного решения, спора с Украиной. И вместо этого начать войну. Это преступление против украинского и русского народа. Хочу желать всем безопасности, хотя знаю, что никакой безопасности не будет. Слова Украине. Но, говоря про Виталика, он сейчас живет в Канаде. Сам он выходец из России. И понятное дело, что после таких слов он тем более не вернется в Россию. Нет никакой пропаганды. Чисто те сухие слова и та сухая аналитика, о которой я ранее вам отмечал. То, что действительно на фоне такого обострения Биткоин может упасть действительно до 20 тысяч долларов. И действительно то, что сейчас происходит в мире, это большая нестабильность. Почему же упадет Биткоин? В то время, как он должен на самом деле в таких ситуациях, конечно же, помогать и выручать. Дело в том, что все это краткосрочно будет создано, конечно же, спекулятивно. Считаю, что действительно имеет место быть подождать цену около 20 тысяч долларов. Потому что та эскалация, которая сейчас есть, она будет в Украине нарастать. Будет нарастать в Европе. И поэтому действительно это огромная нестабильность. И считаю, что действительно цель Путина это свергнуть киевский режим. Ранее, если вы интересуетесь новостями, то вы могли заметить то, что действительно ДНР и ЛНР их признали. Признала Российская Федерация. Они запросили военную помощь. Но в итоге эта военная помощь перекинулась на всю Украину. Ну а если мы еще уходим далеко назад, то, соответственно, Россия и Беларусь нарастили войска на границах Украины. И таким образом Путин хотел сделать блицкрик практически за один день, захватив Киев. Но пока что это не получилось. И поэтому сейчас, в принципе, Путин руководствуется тем, что НАТО должно отойти еще дальше от границ. То, что иностранная военная, значит, на самом деле архитектура не должна стоять ближе к нашим границам. То есть, согласно тем договоренностям, которые были в 90-х годах, чтобы НАТО не расширялось на восток. Но на самом деле об этом так говорит Путин. Он так считает. Но страдает, естественно, Украина и ее мирные жители. Поэтому стоит отметить, что новые санкции в отношении россиян пока что не предусматривают. Потому как президент Чехии только призвал отключить страну от системы SWIFT. На самом деле нужно еще больше стран, которые бы призывали это делать. Пока только Чехия и другие там пару стран говорят об этом. На самом деле это не весь Евросоюз. И поэтому весь Евросоюз, конечно же, он должен дать об этом слово. Ограничения могут ввести отдельные американские платформы. И в целом же криптоиндустрия всегда старается абстрагироваться от того, что происходит в политике. Поэтому действительно, если какие-то санкции будут введены, то со стороны Америки на платформах, которые вы, возможно, зарегистрированы, если вы являетесь гражданином РФ. Это непосредственно, возможно, платформа Coinbase. Вы знаете эту биржу. Ну и если вы, опять-таки, живете в ЛДНР, то это тоже, опять-таки, 100% и в Крыму, кстати, если вы тоже живете, то это тоже вполне реально. Поэтому, если вы храните деньги в биржах, вот таких иностранных, и вообще храните деньги на бирже, то на вашем месте я бы все-таки вывел на холодное хранение. Потому что действительно могут ввести санкции и могут запретить непосредственно гражданам РФ, ЛДНР, Крыма доступ к тем или иным платформам. На это стоит обратить внимание. Если мы говорим о биткоин, то пока что мы находимся на распутье. То есть, если будет у нас эскалация на Украине или в Украине, то нам следует приготовиться к еще большему падению. Непосредственно рынки Российской Федерации уже отреагировали, как их называют, голубыми фишками, насколько я знаю. И вот здесь мы видим уже сбер по 119, в то время как он был еще, скажем так, недавно 384. И стоит отметить, что это практически за последнее время это был у него исторический максимум. То есть, на самом деле, дела довольно-таки плохи. И вот эти голубые фишки, они на самом деле сейчас очень хорошо падают. И это все на фоне эскалации и на фоне конфликта с Украиной и с Европой в целом. Пишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. С вами был Криптовтей. Всем до встречи. Пока и до новых встреч.